Я поздравляю вас с обедой! Как вам игралось в Ясной Поляне? Как вы относитесь к творчеству Льва Николаевича? Спасибо большое. Игралось, конечно, хорошо. Результат был даже чересчур. Сегодня я точно не играл на уровне, который я продемонстрировал. Сегодня я играл вяленько, слабенько, но уже такой фарт, что уже ничего не поможет, по-моему. Что касается творчества Льва Николаевича, я уехал из России как раз до того, как начали изучать всю классику. Поэтому всю классику российской литературы я не восполнил. Но Толстого, тем не менее, не удалось прочитать. На русском? Ну, конечно, да, что я буду совсем уж... Да, и... Ну, кстати, по-русски мне читается проще, чем на всех других языках. То есть, может быть, говорить мне проще иногда по-английски, но читается по-русски гораздо проще. Видимо, все-таки это и определяет, что русский мой родной язык, так или иначе. Ну, конечно, я большой фанат творчества Льва Николаевича. Я прочитал, будучи необразованным, прочитал только известные книги, да, на корень, но и «Война и мир». Как с детства у нас тоже стояли эти тома, да, «Война и мир», и я думал, что это что-то такое страшное. Ну, и еще такая аура, да, что какое-то гигантское произведение, что-то для взрослых. Но, когда я начал читать, это было на Кубке мира по Втбилиси. В Втбилиси я там закупил всякой разной технической литературы, и, начав читать «Война и мир», ну, я был просто поражен, насколько легко это было написано, насколько... Ну, если честно, просто по-базому веселый и забавный совершенно рассказ. И так, не оторвавшись, я прочитал это произведение все-таки в течение Кубка мира. Благо, в Втбилиси я играл, да, относительно долго. Но, ну, и, конечно, я очень рад, что организовывал этот турнир. Я не знал, что Лев Николаевич Солстой был любителем шахмат, но уже, пустив экскурсию, я уже обо всем осознавлен, все знаю. И, да, конечно, замечательно, что проводят этот турнир, надеюсь, что это будет традицией. Да, и очень интересно все рассказали, спасибо. А в первый день вышли пять из пяти. Давно ли у вас был такой старт впечатляющий? Ну, так, чтобы так, пять из пяти нет, но у меня было несколько хороших отрезков. Во-первых, в Магнус Туре было пару турниров, где я очень хорошо играл. И на турнире претендентов тоже был небольшой отрезок, где я выиграл три партии, может быть, не подряд, но играл я тоже там очень хорошо. Поэтому, ну, последний, и в Вейконзе тоже у меня были пару турниров, где я набирал большой плюс. Ну, может быть, не подряд, вот так пять подряд. Если честно, пять подряд, я помню только, что я проигрывал в Вейконзе, но чтобы выиграть пять подряд, я, конечно, не выигрывал. Но я особо не планировал, если честно, у меня нет такого стремления к какому-то сумасшедшему результату. Просто так получалось, что я играл в свои шахматы, а соперники допускали ошибки. Да, учитывая все ограничения, легко ли вы приехали сюда, в Россию, в Ясную Поляну? Ну, ограничения, слава Богу, не являлись большой проблемой. Все-таки, насколько я понимаю, в России на шахманы мероприятия дают какое-то исключение, в отличие от Соединенных Штатов, где, как мне сказали, когда я должен был играть в Сингфилде, мне сказали, что им просто не ответили. В России все-таки отвечают, слава Богу, пока что, шахманы этой федерации. В этом проблемы не было. Немножко сложно было, учитывая, что у нас два ребенка, и второй совсем маленький, ему три месяца. Ну, конечно, не просто уезжать из дома, но турнир был небольшой на выходные, и как-то организовали все успешно. Сейчас шахматная жизнь в Европе тоже постепенно восстанавливается, но пока не так же много турниров. Где планируете играть в ближайшее время? Ну, как ни странно, турниров относительно много. Я играю в Магнус Тур, это серия онлайн-рапид турниров, но финал будет вживую, ну или как минимум гибрид, то есть те, кто могут, будут играть вживую, а те, кто не могут, уже онлайн. И это будет проводиться в Осло, насколько я знаю. И там я буду играть относительно скоро. И после этого я, скорее всего, сыграю на командном чемпионате Европы за сборную Нидерландов. И надеюсь, ну, так или иначе, я сыграю в Виконте, в следующем году, в начале следующего года. Ну и надеюсь, еще какие-то турниры, возможно, чемпионат мира по Рапиду и Блицу, может быть. Совсем скоро начнется матч на первенство мира с Карлсоном и Непомнящим. Какие у вас ожидания от этой встречи? Да, как ни странно, я буду комментировать этот матч. Меня пригласил сайт ЧС-24, и я там буду комментировать с легендарным Юзит Полгар, что будет очень для меня интересным опытом, безусловно. Матч, конечно, очень интересный. Сейчас оба участника играют в Ставангере. Ян заиграл очень здорово после матча, по-моему. Хотя, я помню, мы с ним играли в Загребе, это было. Начал он там очень бодрый, ну и, конечно, у него уровень энергии, даже не знаю энергии, напора повысился после турнира претендентов, то есть он почувствовал себя увереннее и играет как претендент, еще более наглее, еще более жестче. Но там ему было тяжело в конце, и думаю, что Магнус сделает акцент на вторую половину матча, и вопрос будет, сможет ли Ян как-то ровно провести этот длинный и тяжелый матч. Ну и, конечно, тоже интересно, что будет в дебютах, потому что это тоже очень важный момент на топ-уровне, особенно на матче на Персу Мира, там светила подготовка месяцами с большими командами. Учитывая, сколько сейчас ресурсов и сильных шапанных программ, дебютная подготовка должна быть на очень высоком уровне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА